Чукотка Чукотский пастух, оленевод Григорий Аканто Выступая по радио в столице Чукотского автономного округа Анадыре, Григорий Аканто говорит о том, как изменилась жизнь коренных народностей Севера. Чукотский пастух По праву гордится Чукотка своим первым профессиональным писателем Юрием Ретхеу, Нутетейным, родоначальником ансамбля Аргерон, гордится Иваном Аренто, знатным оленеводом, героем социалистического труда, Валентиной Косыгиной, главным врачом санэпидстанции округа, Дмитрием Тымнетагиным, первым чукотским летчиком, и, конечно, Вуквутагиным, основателем знаменитой уэленской касторезной мастерской. Археологические находки доказывают, что резьбой по кости коренные жители Севера занимались еще в каменном веке. Более сотни лет жители Чукотки для своих работ используют не только бивни мамонтов, но и моржовые клыки. Амулеты, женские украшения и ножи отличаются простотой и лаконичностью. А вот якутские мастера создают свои работы с помощью ажурной резьбы, используя орнаменты геометрической формы. Умелые руки мастера превращают кость в тончайшее кружево, заставляя снова и снова вглядываться в изящество созданных линий. Уникальный промысел колымских резчиков поистине имеет свой неповторимый и самобытный стиль. Работы многих художников прочно связаны с тундрой, домом и семьей. Его родное село Гижига. Любимое дело – искусство резьбы. Касторез из глубинки Юрий Ханькан свое мастерство оттачивал годами. В искусственных руках резчика любой материал сразу же оживает. В скульптурах и поделках мастера – сцены из жизни суровой северной природы. Работы выполнены виртуозно и изящно. Большинство изделий Юрия Ханькана украшают сегодня стенды сельского музея. Я живу в село Гижига. Оно самое древнее. Это на самом краю, допустим, Охотского моря, севера Охотского моря. И это северо-районский городской округ. Ну, живут там у нас в основном и коренные жители, и старожилы. Ну, я с коренными жителями называю всех, кто и родился, и все, какой бы национальности они ни были, они все, кто родился здесь, все считают коренные жители. Творческий путь Юрия начинался с простого влечения резьбы по дереву. Сначала был в подмастериях у краснодеревщиков. Затем появилось желание работать самостоятельно. Шлифовал мастерство на переработке рогов оленей в сувенирную продукцию в родном селе. С тех пор со своим любимым делом не расстается. Он от тайги родился, и я без этого уже как бы... И после этого и гид-проводником был в горной охоте. Да, потом уже как бы здоровье начало так бы немного поджимать, и вот занялся уже как бы выразить правильно это. Ну, я понял, что нужно сделать такое, чтобы оставалось хотя бы, ну, не на сотню, ну, минимум так на сотню лет, чтобы, и все, чтобы это то, что вот, допустим, я вот узнаю, вот до этого вот сейчас научился, и то, что делаю, и то, что мне подсказали, допустим, знакомые косторезы, я хочу вот донести, ну, в своих изделиях изображать наш край, север, какой он у нас, и как раньше жили. Художественная резьба – достаточно сложный вид искусства. Изготовление скульптуры из кости или дерева требует выдержки, сосредоточенности. Материал для работы Юрий берет, где получится. Зная его хобби, местные жители стараются помочь. Кто-то найдет в лесу урок лося или оленя, другие приносят причудливые элементы из дерева. Первую работу я пишу, я выразил охоту на снежных баранов. Ну, это то, что раньше мои предки охотились, ну, это по рассказам стариков, дедов наших. Я изобразил, и после этого уже начал так, как бы, втягиваться уже и пейзажи. Ну, то, что вот вижу и, ну, то, что увижу, и хочу вот, ну, изобразить, и чтобы оставить это, показать. Две-три работы я подарил, первые работы, и знакомым охотникам. Это у меня, как бы, у нас, это, охотников, они мне тоже, допустим, как бы, сказать, эти материалы они находят, допустим, урок где-нибудь, ну, кость. Они, как бы, проще, как сказать, угощают, ну, дарят, чтобы они знали, что я занимаюсь этим. И я, со своей стороны, тоже, как бы, тоже хочу им показать, что им благодарен, и им что-то сделаю, и, как бы, дарю. Юрий Ханькан постоянно повышает свой профессиональный уровень. Он много лет становился лауреатом и победителем всевозможных конкурсов. Каждая его работа – эксклюзив. Все поделки продуманы и выполнены с тонким художественным вкусом. Мастер признаётся, что в самом роге оленя или другого животного уже скрыто движение. К нему он добавляет сюжет, который берёт из северных легенд, эпосов или рассказов своих предков. То, что я делаю, я основываюсь на рассказах вот тех бабушек, дедушек. Вот они рассказывали, рассказывали, ну, и чтобы это, как бы, не забылось, вот, и хочу, вот, выразить как-то. И то, что они мне рассказали, я вот хочу вот донести, и дай Бог здоровья, чтобы, как бы, ну, побольше. Ну, рассказали они, ну, я имею в виду, я рассказывал, я всегда, и дедушек, и бабушек всегда слушаю внимательно. И, ну, не только, допустим, ЭВНов, ну, всех, вот, допустим, то, что старых людей, у них всё равно что-то есть, допустим, то, что вот они знают, то, что вот мы не знаем. Да, и я стараюсь запомнить или даже записать. Я даже иногда пишу, вот, допустим, ну, небольшие заметки делаю, пишу, вот. Ну, правда, можно сказать, и с ошибками, но всё равно, как бы. В этом году в Магадане впервые проходила региональная выставка касторезного искусства для художников-любителей «Виртуоза резца». Участие в ней принимал и Юрий Ханькан. Многие его работы вошли в красочный каталог. В них мастер постарался отобразить реалистичную жизнь в тундре коренных народов Севера. Я две экспозиции привёз сюда. Вторую экспозицию я сделал, чтобы уже комплект к этой экспозиции я сделал уже о том времени, как бы, летающего шамана. И это изобразил тоже уже из пяти изделий летающего шамана. И вот летающий шаман, как бы, он, это, это, прилетал, как бы, со свитой своей, это, я изобразил, ну, птиц, тоже так, зверей так же изобразил. Ну, то, что должно быть с ним, да. Ну, то, что я вот увидел. И изобразил я стойбище, три стойбища кочевников. Ну, одно изделие рассказывают, что, допустим, птица спустилась и принесла олени. Да, просто были такие моменты у кочевников, что становилось очень-очень тяжело. И у них все равно была вера, даже, я не знаю, ну, был ли этот шаман, но я его изобразил. Да, но вера у них была, и поэтому я считаю, что вот, как, ну, мы до сих пор, допустим, Эвены и живем, что они дожили, вот, считай, до наших дней. И на втором изделии изобразил, как бы, уже благостояние, там уже у них спокойно все вроде бы есть. И третье стойбище я изобразил, как бы, будущее, вот, то, что вот я к нам, как бы сказать, пододвинулся, там, рождение детей, так, уют, допустим, и женщину. Это уже, как бы, продолжение я вот это изобразил. На вопрос, сколько было сделано работ со времен, когда он только начинал заниматься любимым делом, мастер ответить не смог. Но с уверенностью заявил, что продолжит радовать колымчан своим творчеством. Ведь жизнь все время подбрасывает ему подходящий материал для новой истории. Редактор субтитров А.Семкин